Цветочное таинство. Наш следующий материал о церковных флористах. Почему для украшения икон используют только живые цветы, как они помогают создать молитвенное настроение, и существуют ли каноны в храмовой флористике, расскажет Анна Семенова. Обычай оформления цветами православных храмов на Руси давний, причем именно живыми, а не искусственными. Это остатки рай на земле. Они символизируют вечную жизнь. Ведь православная вера – вера в живого Бога. А еще ими просто приятно любоваться. Благодать. Елена Чурикова уже 15 лет украшает цветами Староскольский кафедральный собор. Говорит, что с одной стороны в храмовой флористике как таковой моды нет, но с другой нужно создать такой образ, который поймут именно сейчас. Мы раньше украшали более проще. Просто одними цветами зелени было очень мало. А Алена с Настей, они отучились на флористов и пришли в тот момент, когда нам было очень тяжело. У нас некому было украшать, я осталась одна. И девчонки в этот момент пришли и предложили свою бесплатную помощь. Они начали обучать, что нужно туда зелень включать, более разные цветы, полмелкие, крупные, как их правильно сопоставить. Ну, стало более интересно. Прихожане очень-очень довольны. Они прямо вот хвалят. В этом году по эскизу цветочных мастеров мастера металлоконструкции создали арку для плащаницы. Раньше были вазоны, семь вазонов мы украшали. А в этом году мы решили сделать по-другому. Захотели сделать арку, чтобы изменить немножко наш стиль. Анастасия Суринов – цветочница пришла из банковской сферы. В декрете поняла, что потенциал нереализован и по велению души отправилась на курсы храмовой флористики. Нас благословили украшать и помогать здесь. И мы были безмерно рады, счастливы. Уже прошло два года, и мы все так же счастливы. Каждый раз с каким-то трепетом, с каким-то волнением подходишь. К каждому празднику ты продумываешь украшения, ты продумываешь цветовую гамму, цветы. Каждый раз тебе хочется все больше и больше удивлять прихожан, потому что ты получаешь от них ту колоссальную любовь, благодарность, понимание. И порой даже кажется, что вот через них Господь тебе говорит, ты делаешь все правильно, спасибо. Елена Щербина тоже уже два года совмещает руководство предприятием по производству алюминиевого профиля с работой флористом. Мне всегда привлекали цветы. Когда стоишь на богослужении, ты смотришь, как украшен храм иконный, и это раскрывает и дополняет богослужение. Меня пригласили крестной мамой. И, конечно, хотелось, чтобы это было торжество, чтобы это было празднично, чтобы это было, знаете, как воздушное. Когда у нас родилась фея, я решила, что мы хотим украсить купель. Но не было мастерства, не хватало. И я, да, я поехала в Москву по стопам моей кумы. Традиции цветочного оформления храмов тесно связаны с православной символикой. Оттенки бутонов зависят от конкретных событий церковного календаря. Есть, конечно же, каноны, и под каждое богослужение мы просим благословения и согласовываем с настоятелем. Но, опять же, есть общепринятые, то есть, если мы говорим Богородица, это голубой цвет или белый цвет, если это Рождество, это не белый. Допустим, пасхальное богослужение, оно допускает как белое, так и бело-розово-красное. В этот раз цветочницы оформляют сразу четыре храма. Сотни растений нужно выбрать, привезти, распаковать, отсортировать, разобрать на соцветия. На все про все трое суток, в которых, кажется, значительно больше 72 часов. Трудимся во славу Божию, и Господь нам дает, конечно же, силы. И если работа флористов бесплатная, то цветы нужно покупать. На них собирают всей церковью. Для прихожан это не просто украшение, а жертва Богу, которая напоминает о красоте Царства Небесного. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.